Внутри меня есть что-то, что может смущаться, бояться, переживать. Также внутри меня есть что-то, что может верить, бодрствовать. То, что смущается, это может быть моя душа, мое сердце, то, что бодрствовать и говорит, верь в Бога, это есть ум, разум, мысли. То есть бывает разумом я верю, у меня бывает такое умственное согласие со Словом Божьим, но сердце может бояться, пугаться, не верить. И что же делать в таком случае? Тем более, что веровать надо именно не умом, не умственно соглашаться, а именно сердцем, Библия говорит, от всего сердца. Если в сердце не будете сомневаться, то послушается вас. Так как же научиться верить сердцу? Есть такой один метод, его описывает в Псалмах Давид, когда мы можем помогать своему сердцу, ободрять его. То есть давайте представить, что внутри меня два, две личности. То есть я могу умом, глядя на Слово Божие, говорить своему сердцу, что смущаешься, душа моя, упавая на Господа, Бога моего. Благослови, душа моя, Господа. То есть я говорю сам себе умом, говорю своему сердцу. То есть своему сердцу можно проповедовать, благовествовать, чтобы оно надеялось на Бога, верило, не сдавалось, не уходило в страхе, но сохраняло себя в любви Божией и продолжало уповать и верить. Именно так и обращался Давид к своей душе и к своему сердцу. Так и мы можем. В личном вине это в последнее время очень помогает и ободряется именно моему сердцу продолжать верить, не сдаваться и смотреть на Бога. И не уходить в страх. Редактор субтитров А.Семкин